Радостная в кавычках новость для одесситов. В нашем городе тариф на проезд в маршрутных автобусах будет в скором времени повышен на 1 гривню. Их составит не 5, а уже 6 гривен. В мэрии этот факт объясняют требованиями водителей маршруток. Самих пассажиров, как водится, спросить забыли. Слышали радость-то какая? В ближайшее время роскошь прокатиться в маршрутке без перил, без поручней, с разбитыми сидениями и с не открывающимися окнами. Нам с вами будет обходиться ровно на гривну дороже. Сообщая об этом, чиновники Одесской мэрии уверяют, повышение проезда произойдет по многочисленным просьбам трудящихся водителей маршруток. Сами водители маршруток, похоже, готовятся к предстоящей буре, которую, разумеется, вызовет поднятие цены на проезд. Впрочем, кажется, большинство из водителей относится к мнению пассажиров философски. Кто ездил, тот будет ездить все равно при любом раскладе. Ну а как вы считаете, вы же опытный человек, за рулем сидите. Как вот люди будут возмущаться? Ну будут возмущаться, конечно. Не без этого. Разговариваем с диспетчером, обслуживающим автобусный маршрут. Женщина говорит, как пассажир, она, конечно, пассажиров понимает. Но как работник автотранспортного предприятия обязана донести до граждан повышение тарифа. Есть первоочередная необходимость. Иначе выходить на маршруты будет и некому, и нечему. Деньги пойдут на ремонт машин. Не хватает. Сейчас сильно повышаются цены на топливо тоже, на запчасти, которые надо, чтобы машины хорошо ездили. Ну, хорошо ездили. Это милая диспетчер, конечно, загнуло. По простой причине кажется, при предыдущем повышении цен, когда стоимость была поднята до 5 гривен, чиновники и, соответственно, владельцы автотранспортных предприятий объясняли это тем же повышением качества проезда. Прошло два года. Ну и... Вот еду с конечной остановки, так я стараюсь там... Ну, я там пару человек. И я сажусь там напротив люка, чтобы воздух был. Душненько, страшненько. Кондиционеры. Они экономят электроэнергию. У них есть кондиционеры в маршрутках, они ее не включают летом. Наверное, такое указание получают от своих руководителей, чтобы экономить электроэнергию. Вообще, конечно, такие маршрутки, как 117 маршрут, ходят. Их надо убирать. То есть, и за 5 гривен это была весьма сомнительная поездка. Остановится перед тобой маршрутка или нет? Сядешь ты в нее, не сядешь. И вообще, доедешь в ней, не доедешь. И главное, всегда поражала некоторая безразмерность, что ли, маршруток. Кажется, одесские водители обладают удивительной способностью превращать автобусы в резиновые и набивать их в несколько рядов потными счастливчиками, которым таки удалось сесть маршрутку в час пик. И берут, и берут, и берут, и... Не знаю, стоя едут, на одной ноге едут. Понятное дело, что многим теперь роскошь проехаться даже в набитой, душной, разваливающейся прямо на ходу маршрутке будет не по карману. У людей нет денег. Вот у меня лично 40 рублей уходит туда-сюда ехать. Так что мне делать? Да не знаю, ездить только в одну сторону. Только в одну сторону, а дальше что хочешь делать. Такой же выход. Возможно пересадить пятые точки господчиновников из удобных кожаных кресел авто в маршрутный автобус по типу душегубки, и чтобы обязательно с поломанными сидениями и заедающими дверями. Пускай сядут и ездят. Не на Мерседесах катаются и на всех остальных джипах, а сядут и ездят. Или тоже выход. Напомнить нашим мэрским господам, что после децентрализации в городе появился колоссальный бюджет, в котором вполне можно предусмотреть городской автотранспортный парк с нормальными автобусами. И главное перестать идти на поводу у перевозчиков, потому что как-то так получается, что это мы существуем для автобусов, а не автобусы для нас.